Невероятная скорость, дикая мощь, феноменальная техника, молниеносные ноги – это лишь малая часть того, что имеет легендарный боксер, единственный в истории чемпион мира в 8 весовых категориях и 5-кратный линейный чемпион в 5 весовых категориях. Единственный, кто владел чемпионским поясом в 4 разных десятилетиях. Боец, завоевавший свой первый чемпионский пояс в 19 лет. Мэни Пак Яо по прозвищу Пак Мэн. Приветствую вас мощнолапые морские звездочки. Как вершине Фудзи не избежать лучей восходящего солнца, так и величайшим боксерам не избежать встречи с себе подобными. А в этом видео я, Федорович, покажу вам 10 сумасшедших нокаутов от легенды. Свою ошибку нужно исправлять самому, а свое решение выходить в ринг нужно подтверждать делом. 23 июня 2001 года. Лас-Вегас. Дебют Пак Яо на американской земле в бою за пояс IBF, который как цербер ворота в ад охранял Лехла Ханола Ледваба и защищал его уже 5 раз. Но встреча с Пак Мэном заставила африканца пустить прощальную слезу, провожая свой пояс печальным взглядом. Но перед этим были слезы боли, перемешанные с кровью, после феноменального прямого от Мэни и последующих плюх. Есть тот, кто любит абсолютно всех людей. Кто-то скажет, что это Господь, а кто-то скажет, что это Крокодил. Так же и с бойцами. Для кого-то он Бог, а для кого-то демон. 8 июня 2002 года. Мэмфис. Вторая защита пояс IBF. На этот раз от колумбийца Хорхе Хулио, который имел в мешке 44 победы и никогда не был в нокдауне, выходя на этот бой абсолютно уверенным в себе. Но тазманский дьявол в лице Пакмена показал Хулио, что все, кто у него были до этого, даже близко не понимали, что такое скорость и феноменальный темп. Поэтому уже во втором раунде, лежа на конвасе, Хорхе пытался понять, что мать его здесь произошло. Когда споришь с идиотом, то скорее всего в этот момент он делает то же самое. А когда ты лучший боец, то наверняка тебе придется драться с лучшими. 26 июля 2003 года. Лос-Анджелес. Соперник Эммануэль Лусеро. На данный момент непобежденный мексиканский боец с 21 победой, который решил посягнуть на пояс IBF и ради него даже был готов испытать зубодробящие удары Пакмена на себе. С первых секунд Лусеро бросился на Менни, но тот оказался для него слишком быстрым, а молниеносные контратаки изматывали мексиканца больше, чем агрофитнес на плантациях Кокса. В начале третьего раунда четкий левый сбоку от Пакьяо заставил Эммануэля сделать лунную походку до канатов, а рефери сразу остановить бой. Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу. Именно так действуют бойцы, когда встречаются с лучшими. 15 ноября 2003 года. Сан-Антонио. Бой за чемпионство мира по версии The Ring. Соперник невероятный Антонио Боррера, который защитил свой титул до этого уже дважды и имел 57 скальпов поверженных противников. Для Пакмена это было серьезное испытание и первый по-настоящему значимый бой, после которого он по праву вошел в элиту бокса. Несмотря на ошибку рефери в первом раунде, который отсчитал Мэнни Нокдаун, уже к 11 раунду преимущество Пакмена стало настолько очевидным, что даже зрители пытались остановить бой. А когда это сделал рефери, секунданты Борреры сразу выбежали в ринг спасать подопечного. Бывает такой возраст, когда согласие женщины пугает больше, чем отказ. А у бойцов бывает возраст, когда хочется драться всегда. 21 января 2006 года. Лас-Вегас. Бой за пояс WBC International Revenge с мексиканцем Эриком Моралесом, который выиграл год назад в первом бою с судейским решением со счетом 113-115 и имел на момент боя 48 побед и всего два поражения. Два великих боксера сошлись в фатальном бою, который оказался круче, чем финал Мортал Комбата. 10 раундов жесточайшей рубки на бешеных скоростях завершились классным кроссом от Пакьяо, который посадил Эрика на канвас. Но на счет 9 он встал, после чего пулеметы Мэнни скосили его окончательно. Сильный ястреб прячет когти, пока они не нужны, а боец держит язык за зубами, разговаривая кулаками. 18 ноября 2006 года. Лас-Вегас. Третья защита пояса WBC Пакьяо. И третий решающий бой с Эриком Моралесом. Ведь первый Пакмен проиграл судейским решением по очкам, второй выиграл нокаутом. И сейчас мужики должны были решить, кто же все-таки лучше. Решение не заставило себя долго ждать. Отправив Моралеса сначала в нокдаун на контратаке, Мэнни расстрелял Эрика своими пушками и отбил какое-либо желание вставать и продолжать бой. Слепого змеи не страшат, а бойца противники, которых он не знает. 14 апреля 2007 года. Техас. Бой за титул WBC. Четвертая защита Пакьяо. Соперник непобедимый Хорхес Алис, у которого за плечами 34 победы и жажда славы и мести за всех земляков. В этом поединке зрителям точно не пришлось скучать, а пацанам, продающим хот-доги, пришлось плакать. Ибо при таком экшене никто не мог отвлечься даже на пенное пиво с сосиской. В восьмом раунде Пакмен делает бомбардировку и заканчивает левым апперкотом, который сажает Хорхе на канвас. Но он знает истину. Три раза упал, четыре нужно подняться. Хотя, возможно, и зря. Ведь Мэнни сразу же выбрасывает мега-комбо, и Солис уже не встает, так как истину ему из головы выбили. Приличные деньги редко водятся у приличных людей, а вот приличные бойцы раньше встречались в ринге часто. 28 июня 2008 года. Лас-Вегас. Бой за пояс WBC. Соперник Дэвид Диас. Местный любимчик с рекордом в 34 победы и лишь одним поражением. Любовь толпы очень изменчива. Особенно, когда любимчика избивают в одну калитку без каких-либо шансов. Тогда толпа начинает думать, того ли она любит. Пакмен издевался над Диасом почти 9 раундов, отправив его в глубокий нокаут коротким левым прямым навстречу. Идеальную вазу плохой мастер не сделает, а плохой боец с лучшими драться не будет. 2 мая 2009 года. Лас-Вегас. Противник жесткий британец Рики Хаттон. С рекордом в 45 побед и лишь одним поражением. Для которого этот бой был 6 защитой звания чемпиона мира The Ring и 3 защитой пояса IBO. Но то, что произошло в ринге, поразило больше, чем тунгусский метеорит, перебитый крылом бабочки. В первом раунде Пакмен дважды отправил Хаттона на канвас тяжелейшими ударами, но тот достоял до гонга. А под конец второго раунда попал феноменальным левым сбоку, отправив британца в тяжелейший нокаут, который был признан лучшим нокаутом 2009 года. Жена друга – это лучше, чем друг жены. А бой по телеку – это лучше, чем бой с соперником. 14 ноября 2009 года. Лас-Вегас. Бой за титул WBO. Соперник – брутальный Мигель Котто, у которого в активе 34 победы и лишь одно поражение. Этот бой был анонсирован как супер поединок и привлек невероятное количество зрителей внимания. Но чего никто не ожидал, так это полного доминирования Пакмена. Как будто в ринге не жесточайший панчер Котто, а КМСник – новичок. Мигель побывал в нокдауне в третьем и четвертом раундах, а в начале 12-го рефери остановил побоище. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, каким самым феноменальным нокаутом вы отправляли себя на диван. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи, вы можете став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Защита! Нога же нет, я просто. Переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. Этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Субтитры сделал DimaTorzok